Вышиванки, сине-желтая атрибутика и самый главный виновник торжества. Национальный флаг 6 на 3 метра. Совсем скоро он займет свое место на Камыш-Зарянской телевышке. Поднятие флага в Бельмадском районе происходит на самой высокой точке области. 420 метров над уровнем моря. Это уже стало традицией. Уже в 6-7 лет мы поднимаем прапор на наивысшей точке Запорийской области, на Камыш-Зарянском ретрансляторе. В последние годы он стал, может быть, более массовым, этот заход. Мы запрошиваем сюда не только жителей нашего района, но и жителей всей области. Так как наш район является прикордонным районом из Донецкой области, на территории нашего района размещается несколько военных частей. Поэтому мы всегда запрошиваем до этого захода воинов наших славянных и молодь. К торжественному поднятию флага работники телевышки всегда готовятся заранее. Высота телеретранслятора 249 метров. Флаг поднимут на 150. Сегодня мне и моим коллегам выпала такая урочисто-нагога поднимать наш прапор. Я стою на лебедке, а коллеги на оттяжке. Поднимем на 150 метров. Еще выше нам не дает техническая часть, потому что у нас запасованный трос на 180 метров. Ну и там выше антенны. Это же все-таки не флагшток. Это все-таки телевышка. Идея поднимать флаг на Камышзарянской телевышке возникла у одного из местных активистов в 2010 году. И сегодня она превратилась не только в праздник национального флага, говорит начальник местного ретранслятора. Перше в 2010 году был поднятий прапор на 150 метров. Все-таки потом в 2011 году была перерва до 2013 года. И в 2013 году опять причинник написал для президента, писал тут скрещу в всех инстанциях и добился этого, чтобы поднимали этот прапор. Ну и теперь у нас пришла традиция. И с 2013 года каждый год поднимаем до дня прапора, поднимаем прапор Украины. Размир его 6 на 3, на высоту 150 метров. Ну и мы теперь считаем день поднятия прапора днем нашей телевышки. Невзирая на сильный ветер, флаг успешно занял свое место на телеретрансляторе. Ежегодная акция – лучший пример патриотизма для подрастающего поколения, считают местные жители. Это для них, только для них, чтобы они ждали, чтобы они были патриотами в своих краях. После торжественного поднятия флага для присутствующих состоялся небольшой концерт. Официальное награждение участников АТО, местных активистов и волонтеров. Сегодня я отримал награду от знака президента за монетарную участие в антитуристической операции. Но я хочу сказать, что это награда всему коллективу загону местной самообороны Берда. Работа нашего коллектива за три года оценивана достойно. Потому что это единственная структура, которая сохранилась не только в нашей области местной самообороны, а, может быть, и на территориях Украины. На высоте 150 метров флаг виднеется далеко за пределами поселка Камыш-Заря. Сине-желтый провисит на телеретрансляторе до понедельника. Далее его демонтируют, но уже в следующем году будут вновь готовы продолжать традицию по поднятию национального флага на самую высокую точку Запорожской. Продолжение следует...